Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000. В эфире Вектор ТВ. Вашему вниманию программа Рубикон. В эти минуты наша команда представит обзор чрезвычайных происшествий, отмеченных на территории Витебской области. В студии Глеб Прокофьев. Здравствуйте. Завершено расследование громкого убийства, произошедшего в Новополоске в начале этого года. Сын убил свою мать и спрятал тело в лесу. На данный момент проведен ряд экспертиз. Мужчина заключен под стражу, сообщает пресс-служба Следственного комитета. В январе 2019 года в милицию обратился 32-летний житель Новополоска. Он сообщил, что его мать пропала. Как оказалось позже, он сам ее убил, а тело спрятал. Следователи выяснили, что дома у сына с матерью возникла ссора, в последствии которой он нанес женщине несколько ударов молотком, повредив жизненно важные органы. На данный момент проведены судебные психолого-психиатрические экспертизы, которые говорят, что мужчина в момент совершения преступления мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими. Его действия квалифицированы следователями как убийство, совершенное с особой жестокостью. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд. 18 июля в одном из цехов завода «Полимир» произошло чрезвычайное происшествие. Благодаря слаженной работе сотрудников МЧС и работников промышленного объекта, факельное горение удалось оперативно устранить. Камерами промышленного видеонаблюдения в цехе 105 завода «Полимир» 18 июля в районе 15 часов 45 минут была зафиксирована разгерметизация соединительного фланца и пропуск газа и тилена с последующим факельным горением. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МЧС. Прибывшими по вызову подразделениями по Суадину Аполлского ГОЧС были поданы стволы на охлаждение металлоконструкций и рошение. Техническим персоналом цеха были организованы и проведены операции по снижению давления. После проведения технологической операции по снижению давления в реакторном блоке факельное горение прекратилось. В 16.13 полностью ликвидированы все последствия аварии. Цех после проведения регламентных работ продолжит пусковые операции. В результате произошедшего инцидента ущерба и пострадавших нет. Ссора мужчины и женщины в деревне Вороничи закончилась поножовщиной. Тяжкие телесные повреждения местному жителю нанесла 41-летняя сожительница. Женщина задержана. 20 июля в Полоцкую больницу поступил 51-летний житель деревни Вороничи с проникающим ножевым ранением. О чем врачи сообщили в Полоцкий районный отдел внутренних дел. На место происшествия выбыла следственная оперативная группа. Правоохранителям удалось выяснить, что дома у мужчины удар ножом ему нанесла его 41-летняя сожительница. В ходе проведения проверки установлено, что телесные повреждения последним причинила его сожительница, находясь у нее по месту сожительства в ходе внезапно возникшей ссоры и личных неприязненных отношений. Данная гражданка задержана. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы. Продажи лекарств без чека – деньги себе в карман. Такую преступную схему придумала фармацевт одной из полоцких аптек. Незаконным заработком женщина пользовалась больше года. А сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело. Как удалось выяснить полоцким следователям, в период с сентября 2017 по июнь 2019 фармацевт одной из аптек продавала лекарства мимо кассы. Женщина реализовывала товар медицинского назначения, чек покупателям не выдавала, а деньги от продажи забирала себе и тратила их по своему усмотрению. В ноябре 2018 года факт недостачи был выявлен сотрудниками бухгалтерии предприятия. Однако девушку это не смутило и она продолжила свои преступные действия. Со стороны руководства предприятия с фармацевтом был расторгнут контракт по основаниям Трудового кодекса утраты доверия со стороны нанимателя. За вышеуказанный период девушка совершила хищение денежных средств путем присвоения на сумму более 17 тысяч белорусских рублей. Следователи возбудили уголовное дело. Теперь уже бывшему фармацевту грозит лишение свободы до 7 лет и конфискация имущества. Задержана банда велосипедных воров. Только в июне в Новополоске ими было украдено 4 велосипеда. Преступников задержали в состоянии алкогольного опьянения в угнанном имидже автомобиле. Правоохранители установили, что велосипеды преступники похищали из подъездов жилых домов. Часть похищенного они успели продать, остальные велосипеды изъяты. Злоумышленниками оказались двое ранее судимых новополочан. Также выяснилось, что преступления они совершали с использованием угнанного автомобиля. По факту угона проводится разбирательство для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Зачастую хозяева велосипедов своими действиями сами провоцируют преступников. Это подтверждает уже совершенные кражи. Поэтому правоохранители советуют пристегивать велосипед надежными средствами и оставлять его в поле зрения камер видеонаблюдения. Как только вы купили велосипед, сразу же сделайте фото серийного номера рамы и в целом велосипеда. Если нет номера, то сделайте гравировку сами с любимым текстом под рамой велосипеда. Если меры предосторожности не сработали и велосипеда не оказалось в том месте, где вы его оставили, в первую очередь сообщите в милицию. Обменяю мак на самогон. Такие взаимовыгодные отношения сложились у жителей Брасловского района. Теперь в отношении одного из них Следственный комитет возбудил уголовное дело. 18 июля сотрудники наркоконтроля и уголовного розыска Брасловской милиции задержали 50-летнего неработающего мужчину. Правоохранители установили, что он приобрел и хранил у себя дома опасное наркотическое вещество – маковую солому массой более 320 граммов. Как оказалось, растение ему в дом принес 41-летний односельчанин. Покупатель рассчитался с мужчиной-самогоном, который сам же и изготовил. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого также изъяты шприцы, отвары маковые соломы, самогонный аппарат и самогонная брага. Мужчина уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей. За два последних года у него изъято три самогонных аппарата и спиртосодержащая жидкость. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств». На прошлой неделе в Новополоцке разыскивали 81-летнего пенсионера. Поисковые мероприятия дали результат. Мужчина найден. 17 июля пропал 81-летний новополочанин. Пенсионер ушел из дома и не вернулся. Родственники заявили в милицию. Правоохранители незамедлительно распространили информацию о приметах разыскиваемого и приступили к поискам. И уже на следующий день разыскные мероприятия дали результат. 18 июля около 14 часов в ходе патрулирования территории сотрудники милиции около лесного массива в районе промышленной зоны Новополоцкой ТЭЦ узнали по приметам разыскиваемого мужчину. Как установили правоохранители, пенсионер решил прогуляться до лесного массива, где перестал ориентироваться в окружающей обстановке. В настоящее время пожилой мужчина передан родственникам. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Ну что ж, на этом все. В эфире увидимся ровно через неделю. Следите за новостями на ютуб-канале нашей телерадиокомпании в группе ВКонтакте и профиле в Инстаграм. Будьте бдительны и переходите Рубикон. И до новых встреч на Вектор ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 75-40-00.